Рады приветствовать на канале Криптон. С вами Саня и это набор самых актуальных новостей из мира криптовалют. Сегодня мы обсудим. Итоги первой недели восьминедельного ивента Одиссея от Арбитру. Запуск второй фазы тестнета, мишен Карелия, проектом Кайв и кому пошли на пользу нововведения. Серию квестов с обещанными наградами от Беконами и стоит ли принимать в них участие. Анонс нового IGO на Binance NFT Marketplace и как в нем принять участие. И это далеко не все новости из нашего выпуска. Именно благодаря вашей поддержке мы продолжаем стараться над созданием качественного контента. Ваши лайки и комментарии под каждым видео являются основным движущим фактором для всей нашей команды. Поэтому предлагаю вам сделку. Если вы наберете под данным видеороликом 500 лайков, то уже в следующем выпуске я обещаю вам что-то эксклюзивненькое. Как говорится, вам не сложно, нам приятно. А теперь поехали! Подходит к концу первая неделя ивента Одиссея от Арбитрум, которая официально завершится сегодня в 8 часов вечера по московскому времени. Напомню, эта неделя была посвящена взаимодействию с мостами и переводу эфира в сеть Арбитрум. Уже за то, что ваш эфир перешел через мост в сеть Арбитрум, вы гарантированно получите первую NFT. В случае, если мост, которым вы воспользовались, окажется наиболее популярным, вы получите в придачу бонусную NFT. С большим отрывом в первой неделе побеждает Хоп Протокол. Если вы заводили эфир через этот мост, мои вам поздравления. Бонусная NFT в считанных часах от того, чтобы оказаться в вашем кошельке. Неплохо нашумело и команда Кайв, которая с запуском второй фазы Тестнета решила прикрутить гайки любителям доить краны. Если вкратце, то команда убрала возможность получать очки за творческие задания, и теперь Тестнет обрел исключительно технический характер. Решили наказать и тех, кто посмел воспользоваться слабым местом, абузом кранов. Реализация, что правда, вызвала смех, а не слезы. Всех, у кого было больше, чем 2000 токенов, а это на секундочку абсолютно все валидаторы, сочли за мошенников и обязали отправить на кошелек команды 50% токенов. Единственное, что действительно задело чувство нодеров – новое требование по использованию твиттер-крана. Теперь, чтобы запросить токены, у вас должно быть минимум 20 подписчиков, а сам аккаунт зарегистрирован не меньше, чем полгода назад. Поздравляю всех, кто прислушался к совету из Криптон Академии и провел время с пользой. Цена на токены Kyve и OTC взлетела в 5 раз. То есть, если в первой фазе тестовые токены можно было фиксировать в 10 иксов, то с началом второй – в 50. Фиксировать 50 иксов на тестовых токенах или продолжать участие в тестнете – тут решайте уже сами. А вот Evmos Name Service решили быть более снисходительными к своим пользователям. Едва завершился оплачиваемый тестнет, как команда уже запустила мейннет с объявленными наградами. Нейминговый сервис выделил целых 40% общего предложения на награды. К концу июля 5% распределят среди участников тестнета. На остальные 35% все еще можно претендовать. Первое и главное, что нужно сделать – приобрести домен в приложении Evmos Name Service. Все последующие категории для получения аирдропа требуют наличия домена. Цена вопроса на год – около 12 долларов. Купив домен, вы автоматически попадаете в список участников, на которых будет распределено 15% от общего пула наград. Далее мы можем задонатить проекту и претендовать на еще 10% наград. Средства будут использованы для ликвидности на децентрализованной бирже. Дешевле всего обойдется скинуть один атом. Реквизиты для доната вы найдете в описании. Оставшиеся две категории не требуют каких-либо действий. 5% распределят среди холдеров токенов Atom, Osmo и Evmos. И последние 5% отдадут тем, кто потратил больше, чем 0,5 эфира на комиссии в сети Ethereum. Помните, как из-за ошибки члена команды проекта Beaconami, пользователи CrossChainMost получили пятизначные суммы в качестве дропа? У меня хорошие новости. Проект запустил серию оплачиваемых квестов. Не исключено, что ошибка не будет допущена снова. Стоит отметить, что текущие задания вряд ли подойдут пользователям с низким депозитом. Но команда обещала в будущем добавлять квесты, не требующие денежных затрат по типу активности в Дискорде и Твиттере. Сейчас нам предлагают застейкать токены Beacon. Предоставить ликвидность в сети Ethereum. Использовать их мост, гоняя объемы в токенах Beacon, USDT, USDC и ETH. Среди заявленных наград из интересного имеем токены Beacon и эксклюзивные NFT. Покупать токены Beacon исключительно под это мероприятие я бы не стал. А вот тем, кто выкупал Beacon на CoinList токен сейли и все еще не ударил по стакану, ивент может оказаться по душе. Раз мы упомянули CoinList, не мешало бы отметить, что несмотря на устрашающее состояние рынка, все еще крупнейший сборник ботов анонсировал летний акселератор для восьми проектов. CoinList SeedBatch – это ежеквартальная программа от биржи CoinList, целью которой является помочь перспективным проектам найти инвестирование, пользователи и медийную узнаваемость. Успешным кейсом этой программы является как раз-таки Beacon, принесшим десятки иксов как фондам, так и участникам публичного раунда от CoinList. Хоть и последние сейлы оказались крайне провальными, проекты из списка изучить стоит. Если технология какого-то из них вас заинтересует, то не поленитесь и проявите активность, дабы получить роль раннего пользователя. Например, у проекта Mystica Network сейчас проходит вторая фаза тестнета, где вы можете протестировать анонимные транзакции, анонимность которых обеспечена криптографией с нулевым разглашением. Если вы хоть раз интересовались безопасностью хранения криптоактивов, то вы могли слышать о компании Ledger и аппаратных кошельках, производимых данной компанией. Так вот, 22 июня на конференции NFT NYC Ledger анонсировали ряд грядущих нововведений. Ledger запускает собственный NFT Marketplace, который по заявлениям компании будет единственным полностью безопасным местом для взаимодействия с NFT. О дате полноценного запуска Marketplace информации пока что нет. Но эксклюзивный доступ для ранних пользователей заполучить можно уже в июле. На площадке PreMint будет разыграно 10 тысяч The Ledger Market Pass NFT. Для регистрации нужно подписаться на твиттер компании Ledger и иметь на кошельке 1337 десятитысячных эфира, что составляет 170 долларов по текущему курсу. Владельцы NFT получат ранний доступ до Marketplace, лимитированный аппаратный кошелек Ledger Nano X бесплатно и аирдропы от артистов Ledger. Вдобавок к Marketplace был анонсирован запуск собственного браузерного расширения Ledger Connect, запланированного на сентябрь этого года. Первая версия будет совместима с мобильным браузером Safari и аппаратным кошельком Ledger Nano X. Если речь идет о поддерживаемых сетях, то первыми станут Ethereum и Solana. А пока Ledger кормит обещаниями о своих инновациях, мы переходим к тому, что гарантированно покормит нас здесь и сейчас. Сегодня начался период подготовки к предстоящему IGO игровой NFT-метавселенной Старшаркс на Marketplace Binance. Будет продано 9000 NFT четырех типов уникальности по цене 30 долларов. О том, по какому принципу проходят сейлы на Binance NFT Marketplace и почему в них обязательно стоит участвовать, мы недавно выпустили детальное видео руководство. Если еще недавно SEO Binance Champanjao заявлял о том, что компании придется отказаться от масштабных маркетинговых компаний, то спустя неделю после своего заявления он не сдержался и подписал легенду мирового футбола Криштиану Роналду в качестве официального партнера биржи. Кто-кто, а холдеры BNB и TVT чувствуют себя уверенно даже на таком рынке. Ну а на этом у нас все. В описании вы найдете ссылки на все наши продукты и инструменты, а также ссылки на другие медиа. Переходите и возможно вы найдете для себя что-нибудь интересное. С вами был Саня, до скорой встречи!